друзья всем доброе утро но завтрак наступает сегодня проспали время без 29 вообще сегодня поедем в газовую контору но теперь уже не на машине потому что михалыч на работу не успеет вернуться а я на автобусе поеду там готовы документы что-то надо будет откуда-то унести куда-то принести в общем дело сдвинулась с мертвой точки иду с газовой конторы газпром рулит мечты сбываются это вот я не знаю мне столько впечатлений в общем 13 октября у нас был технодзор проверял 20 23 году 13 октября проверял что все у нас нормально все готово к подключению газа сказал завтра оплатить и документы сдать мы на завтра же утром поехали с михалычем заплатили документы сдали на документах на копии где мы сдали там было написано документы приняты и дата было 14 октября и на следующий день мы уехали вернее в тот же день мы уехали в абхазии потому что нам сказали месяц ждать готовность документов и вот только сегодня и вот только сегодня документы готовы мы в ноябре ездили спрашивали где наши документы готовы нет не могли найти в декабре приезжали несколько раз не могли их найти мы писали жалобу заявление писали директор от этого отделения газпрома бесполезно только сегодня готовы документы а причина была что не сделано вовремя где-то скажу где-то наверно 15 декабря мы приехали к ним уже начали одну по всем кабинетам уже ходите искать сами наши документы и потом нам сказали а вы не оплатили вы не оплатили вот эти и за этих отзов там какие-то 4000 4600 что ли мы видим то мы сразу оплатили за сразу на следующий день показали им копии документам показали что такой-то даты оплачены показали что там написано на нашей квитанции что документы получены что мы сдали их уже в общем они все равно потребовали чтобы мы с оригиналов наших платежных документов с наших квитанции сделали ксерокопию и только приняли тогда в работу мы еще и крайне как будто бы остались в общем это какие-то круги ада надо проходить чтобы провести газ сегодня тоже отстояла работала одно окно обычно два окна единое окно работала до окна я наверное минут 50 в очереди просидела значит к ней подошла в окошечку моей очереди она мне опять квитанции выдают когда будете оплачивать да прям сейчас оплачу она мне дала две квитанции я оплатила и она сказала ко мне опять с этими платежками подойдете я опять подхожу как ну народ зашипел но этот в очереди ягода я оплачивать ходила в кассу это тут же прям на первом этаже все нет хотя бы через одного давайте в итоге я еще простояла минут 20 наверно в очереди отдала я все документы она мне все отдала и сказал уже в межрегион газ идти в результате как только нам не отдала документы сразу захлопнула окно все люди кто сидели они все стали возмущаться и даже и я возмутилась она все у меня обеда закрыла окна хотя в расписании обеда нет обеденного перерыва видимо потому что одно окно работает и она не ушла ой нету нет перерыва а когда два окна работают то они видимо один остается работать другой идет на обед в общем хотя бы объявление написали бы даже что временно в общем там народ с детьми сидел в очереди это это просто не знаю как еще назвать сейчас иду в межрегион газ а он закрыт на перерыв я так думаю время 12 ну теперь с этой конторы будем бодаться опять же я спрашиваю что нужно туда она там вам скажут все и опять но нет без заранее все это написать что туда надо ладно буду надеяться что немного туда бумажек надо нести да тут перерыв с 12 до 12 45 сейчас 9 минут только ну пойду куда я пойду пойду куда-нибудь погулять самое главное что люди-то приезжают они не сединские сидят снова величковской люди это самая дальняя станица можно сказать главное что люди с детьми а и когда они потеряли документы говорят вы не сдавали вы не оплачивали кто-то с михалыча возмутились им показываем наши копии платежных документов где написано получил вот там фамилии нету подпись и дата то есть сотрудник их расписался что мы ему сдали и у них спрашивают а чья подпись вот видите получили документы чья подпись и они все улыбаются и не знают не знают это так противный ребят это вообще это мы вот еще до среднего возраста люди мы еще можем как-то все это переварить все эти названия все остальное а вот так вот старые бабушки тоже газифицируется там люди пожилые инвалиды кто им все это там разжевывает там ничего не разжевывает все вот суету эти бумажки подписывай подписывай быстрее быстрее и там не читаешь подписываешь потому что очередь ты понимаешь что люди ждут сидят и что если ты будешь там каждую букву читать тогда вообще очередь не продвинется ну такие дела друзья это газовые конторы окно у меня 50 минут у меня целый час я пойду куда она пойдет тут идти то некуда частный сектор так прогуляюсь пойду хорошо на солнышке сухой тротуар а я чего-нибудь хочу закинуть перекусить а чего не знаю я бы чаю горячего попила бы а нету только частный сектор ну значит буду терпеть надо было в термос с собой налить чайок не подумала а еще Михаил сегодня утром говорит давай вместе поедем они вчера вечером когда вместе поедем а сегодня раз проспали мы хотели девять и приехать а сами в девять только проснулись я вернет я на автобусе поеду он хотел меня вести я на автобусе поеду потому что вдруг очередь что ты будешь там торчать сидеть так и оказалось столько времени в очереди посидела зашла в магазин лисичка по дороге был открылся в динской такой магазин но поинтереснее чем светофор мне как-то он больше понравился даже этот магазин сейчас иду вот эти три собаки раз два три там еще четвертая подбежала иду вот так по тротуарчику смотрю сидит кот впереди возле ворот греется на солнышке рыжий а за мной вот эти собаки бегут но думаю сейчас они кота порвут а он сидит закрытыми глазами они мне обгоняют и к коту направляется я им кричу фу они остановились кот это время открыл глаза и как набросился на них прям в прыжке развернулся за раз за фырках собаки в рассыпную я встала как копот хотела кота защитить кто кого обидел все собаки в рассыпную драли кот под ворота залез все спрятался вот опять выбежал и опять к собакам побежал в ту же сторону там магнит и магните выкидывают ну мусорка рядом и вот собаки там кучкаются возле этой мусорки кот видимо тоже там же кучкуется делят территорию не дошла я до светофора вернулась обойдусь там киоск есть чай кофе чай наливают кофе наливают хотела чаек взять развернулась пошла обратно не помру ну все тут хоть очереди не было я одна была мне вообще смешно пришла в эту контору и взяла бумажку перечень документов которые я сюда должна принести вот кроме справки о составе семьи и о животных которые берется на сельсовете все бумажки которые мы родили вот в той конторе теперь мы должны сделать сексерокопии перенести сюда но это дурдом одна контора я имею ввиду что один госпром мы могли бы это все с компьютера на компьютер перенести да зато объявление висит с 1 января 24 года электронные квитанции все переходят чтобы не мусорить чтобы меньше мусора было меньше бумаги тратить чтобы беречь природу а сами то бумагами как раз и зарастают а тут какую-то квитанцию пожалели ой в общем я вся под впечатлениями от этой газификации ну ладно мы хоть первый последний раз надеюсь проводим газ кто это прошел тот знает что это такое ухты сейчас тоже заметила что в динской снега больше выпало чем у нас вот он или он недавно еще падал у них на что практически весь уже да не то что практически вообще его нет уже так где-то чуть-чуть а тут там смотрите много-много я уже в мышастовке нашей странице сходила сельсовет сразу справки взяла о составе семьи и о количестве животных зачем животные нужны газовым хозяйству я не знаю мы сарай не отапливаем газом не собираемся отапливать не понятно ну ладно а солнышко пригревает такая красота чаще в парикмахерскую зайду если моя мастер свободно то постригусь раз уж я тут зашла в парикмахерскую подстриглась а на улице еще теплее стало тихо мне тут чем зима нравится вот вроде может морозик быть до ветер но все равно солнце то южная по южному светит вот она второй день такое яркое красивое небо чистое весна весна как будто это не апрель ну конец марта сибири и сегодня в динской была и пока там в очередях этих так нервотрепка с газом мне немножко знаете так заболела голова и мне в принципе еще рано было стричься еще так не сильно не обросла а вот специально зашла чтобы получить релакс и помассировали мне голову и помыли и каждую прядку там обработали и все и куда делась головная боль она продала не сильно я была так чуть-чуть дискомфортно сейчас хорошо все по дороге в магазин зашла взяла хлеб черный бородинский белый и упаковку кефира пакетик вчера я весь день весь день практически провела на кровати я вчера никуда не ходила вообще вот со двора не выходила а ну в магазин мы вечером сходили это буквально тысячи шагов наверно получилось сегодня у меня уже 15 тысяч шагов это еще вечером пойдем гулять михалыч стейкой гуляет поэтому я с ней не гуляю мне утром не хочется а он там идет и туда в полях далеко каждое утро так что я сегодня за вчерашний день на шагала много шагов все я уже к дому подхожу так меня подстригли пришла домой голодная и решила вот так пришла и мечтала хлеб черный бородинский масло и сыр сверху из какао попить и уже не переодеваясь с михалычем сейчас пойдем за молоком еще и вот тоже надо выгулять говорит сразу пойдем уточки курочки гуляют ладно приятного аппетита всем чудесно прогулялись с михалычем магазин но у нас наверно выбор всегда смысле с михалычем покупаем то что обычно все люди берут до среднестатистический выбор им что ничего такого и в то же время так но вот молоко чабан михалыч себе сладости взял есть не сгущенка значит вот так будет у него шпикачки тоже он он должен это просто сосиски сардельки я не посмотрела это шпикачки ну ладно две сметаны он у нас еще есть полторы сметаны ильченко а он не любит то что сильно густая сметана а вот 15 процентный обычно берем вот два творога майонез закончился и вот салат дела все такая прогулка наша